Рейс из Москвы прибыл в Сочи чуть раньше намеченного времени, но делегацию, которая находилась на борту, уже ждали с букетами первых сочинских тюльпанов. Менеджеры пяти китайских туристических компаний прибыли в Сочи, чтобы сначала самим увидеть возможности курорта, а затем отправить сюда своих клиентов отдыхать и поправлять здоровье. Этот визит ответный. В декабре по инициативе главы города Анатолия Пахомова два города Поднебесной, Пекине и Куанчоу, посетила делегация из Сочи. В ее составе были представители и мэрии, и курортного бизнеса. Они очень внимательно слушали наших руководителей здравоохранения, их очень интересует лечение, их очень интересует морской и горный курорт, ну и, конечно, все возможности туристические, которые есть в городе-курорте Сочи. Первые фото гости делают сразу при выходе из аэропорта, а общий снимок на фоне Олимпийских колец. Во время зимних игр, говорят они, интерес к Сочи в Китае заметно вырос. Гости из Китая проведут в Сочи семь дней, осмотрят отели, лечебные базы, прогуляются по теренкурам и поднимутся в горы. Но начали они свою программу в Эмеретинской низменности, где расположены объекты, связанные с Олимпиадой, и не только. В Сочи парк – место, где все начинается с общего хоровода. Китайские туроператоры добросовестно тестируют все предложенные развлечения. Правда, прокатиться на горках решились не все, а те, кто проехал, эмоции не скрывали. Говорят сами, вряд ли еще раз на такое отважатся. Но любителям острых ощущений обязательно порекомендуют. Ли Гуаньчжунь, или как он себя просит называть Сашем, представляет турферму из Харбина. Считает, многонациональный колорит обязательно заинтересует его соотечественников при выборе отдыха в российском Сочи. В Сочи был Олимпиад. Они все хотят посмотреть, как в Сочи строили. Во-вторых, в Китае уровень поднимается, деньги у кого-то есть, даже хоть отдыхать. Трасса «Формулы-1» ее также гости протестировали сами, пусть и не на скорости болидов, но в поездке на электрокаре есть свои преимущества. Можно рассмотреть детали, как устроен трек, трибуны, побывать в центре управления гонками. Кстати, большинство китайских туроператоров, прибывших в Сочи, говорят по-русски. Сказывается растущий интерес туристов из Поднебесной к России. Насколько вырастут потоки путешественников оттуда на Черноморской побережье, зависит в том числе и от впечатлений, которые получат в Сочи представители туристических компаний, а также от результатов переговоров об организации прямых рейсов в Пекин-Сочи. Не исключено, что они появятся уже и этим летом. Там и тогда, и это шоу фонтанов в Олимпийском парке, и другие достопримечательности российского курорта смогут запечатлеть десятки тысяч туристов из Китая. Прогнозы, по крайней мере, делаются самые оптимистичные.